приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео мы продолжим рассматривать лучшие танки в игре на восьмом уровне мы уже посмотрели лучшие танки в боновом магазине лучшие танки за голду и лучшие прим танки в принципе самые самые сильные редкие настало время посмотреть на лучшие танки прокачиваемые и в этом видео на восьмом уровне мы посмотрим на самые сильные и интересные прокачиваемые птшки восьмого уровня их будет всего три штуки поскольку остальные не сильно выделяются и можно их назвать даже сбалансированными но эти три танка на их фоне заметно выглядят интереснее сильнее и давайте уже на них посмотрим разберемся что они из себя представляют в чем их фишки и начнем мы с третьего места в нашем топ-3 британская прокачиваемая пт чариотер модернизированный вариант танка кромвель появился в нашей игре в 2014 году также в 2017 году этот танк улучшили у него орудия крайне плохо опускалась всего лишь на 5 градусов но в 2017 году многие пт апнули и кромвель не был исключением точнее модернизированный кромвель чариотер орудия теперь опускается на 10 градусов если это топовое орудие 105 миллиметров если это не топовое орудие она опускается на 9 градусов какие фишки у этого танка но первое наверное это то что мы не будем смотреть броню этого танка если вы не встречали этот танк или новичок или не знали то брони у этого танка кот наплакал причем плакал очень мало мог бы и побольше поплакать нлд влд 50 60 миллиметров лоб башни 30 38 миллиметров лючка слава богу нет но весь танк как лючок какой зимая зона целиком сплошной лючок тонюсенькие борта крыша корпуса и крыша башни это вообще бумажка 16 миллиметров крыша башни и 14 миллиметров крышка корпуса ну и карма там 30 с хвостиком миллиметров это конечно замечательная бумага крепкая плотная фишки этого танка конечно же не в броне максимальная скорость вперед 52 назад 20 удельная мощность 21 с хвостиком это реально быстрый танк как и кромфель так и чариотер очень подвижные танчики также у танка неплохая маскировка ну и главнейшая фишка это его орудие то что она опускается на 10 градусов мы уже разобрались из минуса то что она плохо поднимается всего лишь 12 градусов это может доставить некие неудобства но и плохая стабилизация приемлемое сведение как для такого пробития и альфы но хотелось бы конечно получше и хорошая точность на пустом танке без ничего дпм 2400 это приличный результат улучшить дпм до внушительных цифр не сложно также пробитие основным снарядом 268 это прямо великолепно так еще и скорость полета 1478 полторы тысячи метров в секунду летит этот снаряд это подкалибер нереально быстро летит прям мгновенно только нажимаешь снаряд уже во враге но фишка этого орудия еще и в том что специальный снаряд у него не простой это фугас 210 пробития 480 альфа и на этом снаряде если пробивать врагов дпм увеличивается очень сильно сразу становится 3000 на пустом танке это невероятно еще есть и обычный фугас не хэш фугас у него тоже пробитие повышенное 105 даже этим снарядом можно самых бумажных врагов очень жестко разваливать по сути это орудие от центуриона мк71 на девятом левеле это одно и то же орудие только она на восьмом уровне там конечно на девятке стабилизация получше но у чори отры получше дпм на восьмом уровне такое великолепное пробитие и дпм еще и такой жесткий фугас это невероятно клёво с этим можно творить вещи да и удобно что она опускается это орудие на 10 градусов рельефа в игре много будет удобно также есть маскировка скорость башня полноценная что не у каждой пт есть да она медленно вращается скорость поворота 18 но она хотя бы есть это великолепный танк заслуженно на 3 строчки в нашем топе это отличная прокачиваем аптэшка если вам надоели прим танки или уже не знаете чем заняться на чем отметки по набивать возможно это тот случай тот танчик который можно попробовать освоить для себя какой-то новый интересный геймплей если не пробовали танк реально классный на своих экранах можете увидеть полевую модернизацию оборудование я использовал следующее вентиляция улучшенные механизмы поворота и досылатель конечно же дуб паёк куда без него дуб паёк имба еще можно место улучшенных механизмов поворота поставить что-нибудь в районе привода в наводке чтобы сведение было быстро и и было комфортно стрелять поскольку стабилизация плохая реально долго ждешь пока орудие сведется либо можно там улучшенный прицел поставить хотя нам именно сведение стабилизацию хочется улучшать сама точность 03 получается с нормальным экипажем с доп пайком всем оборудованием точности дпм предостаточно а вот стабилизации сведения не хватает танк великолепный рекомендую попробовать если не пробовали переходим ко второму месту в нашем топе лучших прокачиваем их пт 8 уровня и это борщ куда же без борща борщ это сила конечно же в этом топе у нашего борщика лучшая маскировка это очевидная фишка этого танка также у него самая большая альфа поскольку мы будем рассматривать орудие 15 сантиметровая у которого альфа 750 я считаю что этот танк только на этом орудии уникальный классный интересный и невероятный у него конечно же есть значимые минусы но и невероятные плюсы но давайте сначала поговорим про все остальное что у этого танка есть какие у него проблемы с подвижностью максимальная скорость 35 вперед 12 назад удельная мощность 11 с хвостиком танк реально разгоняться не хочет вообще также у нас маскировка 22 с половиной на пустом танке со стопроцентным экипажем разогнать эту маскировку можно до таких значений что просто попробуй найди этого борща борщ и куст это прямо одно целое обзор небольшой 360 даже у черри отера был 370 плюс еще там у черри отера закрытая рубка можно там вентиль поставить туда-сюда чуть больше у борща же никакой вентиль не поставишь здесь рубка открытая здесь вообще рубка типа проходной двор заходи выходи да и брони опять же мы здесь броню рассматривать не будем поскольку у этого танка все супер тонкая в него всегда стреляют фугасами поэтому играть активно нужно аккуратно переходим к орудию дпм здесь тоже неплохой 2347 так себе точность 0 38 получается 2 и 6 сведения это все конечно можно улучшить что мы будем делать оборудованием но вот увн и орудие вниз опускается минус 5 градусов это мы никак не улучшим но в принципе танк плоский низкий 5 градусов это конечно мало но ему хватило бы конечно и 6 или 7 градусов вполне поскольку он практически лежит на земле этот борщ но 5 градусов конечно такое основным снарядом пробития на альфовой пушке а мы им именно ее рассматриваем 215 а вот специальный снаряд пробивает 334 кумулятивом это именно то с чем можно работать против вражеских тяжелых танков даже 10 уровня вообще неважно какой там уровень любой мы прям четко пробиваем тяжелые танки которые где-то там стоят что-то бодаются в позицион очках это наше любимое вот за счет вот этих вот параметров борщ на мой взгляд и является очень интересным уникальным танком на котором можно спокойно нагибать показывает результат еще и попробовать что-то невероятное прям очень интересное на одном из стрима он набивал три отметки на борща именно на этом орудии мне было невероятно интересно это как что-то новое что-то невероятно что ты никогда не пробовал казалось бы уже в игре перепробовал все что только можно но когда садишься на борща на этой пушке сначала кажется что до сложновато тяжеловато но когда начинаешь бахать по 750 в лицо пухлым тяжам ты понимаешь что да это все же прикольно но минус еще в том что снаряд летит супер медленно специальный снаряд вроде бы летит 500 метров в секунду а основной снаряд летит 600 сказать что это медленно ничего не сказать но такие вот минусы но я вам скажу что я люблю стрелять медленными снарядами это интересно да очень сложно попасть на ход кому-нибудь но какая же радость когда с этого миномета куда-то попадешь это прям реально доставляет удовольствие это супер интересно вот чего не хватает некоторым танкам это то что они не дают тебе какого-то кайфа и не повышают интерес от игровых моментов от боев и так далее вот чари уотер борщ и следующий танк они тебе дают разный геймплей и каждый по-своему интересный можно что-то выбрать прокачать поиграть кайфануть свое время больше не доставил невероятно много классных эмоций можете открыть стрим посмотреть как я на нем добивал три отметки это было реально интересно полевую модернизацию вы видите у себя на экране причем борщ появился у нас в игре аж в 2013 году и за все это время ему там понерфили немного перезарядку понерфили обзор с 400 до 360 и вожди перевели все что касаемо оборудование здесь конечно же нужно поставить досылатель чтобы наша долгая перезарядка была побыстрее и мы нашим дреном почаще бахали также нужно поставить турбину потому что танчик не ездит он медленный вот третье оборудование это конечно вопрос интересный мне лучше всего заходит улучшенный прицел чтобы чаще попадать что еще сюда полезное можно поставить сомнительно что тут что-то еще будет более полезное поскольку еще какими-то вещами кроме как ездить и стрелять мы вряд ли чем будем заниматься пытаться счета там посвятить какими-то рогами или сетками это не то занятие которым хочется заниматься при такой скорости при нулевой броне одна ошибка и нам фугасами сломают весь наш борщ поэтому я все на стрельбу и на скорость поскольку это самое важное что этому танку надо и переходим к первому месту нашего топа сейчас вы обалдеете офигеете поскольку казалось бы мы уже посмотрели на лучшие прокачиваемые танки 8 уровня которые являются пт-шками что может быть сильнее интереснее и прикольнее борща и чариотера но все эти годы вот сколько я слежу за статистикой на восьмом уровне среди прокачиваемых пт всегда на первом месте был т28 он всегда был и остается и ничего сильнее него никогда не было но это в среднем по статистике среди всех людей которые на нем играли возможно самые жесткие топовые результаты на т28 сложнее делать чем на борща и чариотеры но слабым игрокам и среднем т28 прощает некоторые ошибки и позволяет набивать хоть какой-то результат из-за чего на нем статистика не просаживается и он находится так высоко но на первом месте это неспроста я на нем поиграл и он реально нормальный из минуса у него только один минус максимальная скорость все на самом деле не все второй минус это орудие вниз опускается на 5 градусов вот теперь точно все два минуса и это единственный танк на котором мы будем смотреть броню в плане брони у него две уязвимой зоны это два лючка на рубке по сути это тоже самое что и тс-5 только лючков не один а два все остальное в броне нлд 220 хвостиком миллиметров приведенки это конечно не супер много но не каждый танк это будет пробивать основным снарядом некоторым понадобится специальный снаряд если доворачивать то приведенка в нлд может достигать до 250 миллиметров что тоже неплохо борт бронированный маска супер бронирована там 270 400 миллиметров супер крепкая маска под сама рубка она там 250 хвостиком миллиметров основные снаряды она держит специальные снаряды не особо до щеки на рубке там 300 плюс миллиметров но вот рубка возле маски там 254 и это уже может пробиваться но это не такая уж и большая зона более толстых мест во лбу больше чем более тонкий и эти более тонкие места не такие уж и тонкие а попасть в лючок но вблизи легко в них попадать особенно если стоишь сдалека не так уж и часто в них залетает тут как повезет я поиграл на этой птшки перед тем как записывать это видео и она играется не сложно у нее есть невероятные плюсы такие как орудие точность 035 сведения 2 и 1 400 альфа 2 600 дпм на пустом танке 248 пробить и основным снарядом 297 специальным снарядом орудия невероятно классная быстро сводится точное пробития много орудия реально это плюс танка единственно что она плохо опускается но танк низкий 5 градусов веном хоть это и плохо но тут хотя бы 6 или 7 опять же как на борще но тут 5 также у нас много хп 1500 очков прочности если сюда поставить закалку хп будет очень много прям обалдеть сколько и пока мы будем это хп разменивать с врагом за счет дпм мы можем много настрелять как по мне у танка главный минус эта скорость но этот танк находится в ветке т95 и т110 и 3 тут вся ветка такая она не едет 22 максимальная скорость вперед 10 назад танк реально медленный но самое неожиданное что у этого танка можно было найти это 18 с хвостиком маскировка в неподвижном состоянии даже у чариотера маскировка хуже этот танк реально обладает хорошей маскировкой у борща конечно получше но это борщ а этот и 28 жирная бронированная пт этот танк появился в игре в 2011 году потом в 2015 году ему апнули хп было 1150 стало 1500 потом в 2017 году ему апнули скорость поворота корпуса апнули максимальную скорость назад было 7 теперь вот 10 улучшили мощность двигателя еще и максимальную скорость улучшили с 18 до 22 вы представляете в 2017 году вот это вот медленная пт ездила со скоростью 18 вот это веселье было честно скажу этот танк заслуживает конечно первое место среди прокачиваемых но он не доставляет такого фана и веселья как чариотер и борщ они прям уникальные обалденные но они совсем другой стиль игры другой геймплей т28 это вот такой вот стиль игры бронированной крепкой медленной пт оборудование на нее я использовал досылатель турбина закалка самое метовое оборудование которое сейчас вообще есть с таким быстрым сведением хорошей точностью и дпм самое то поставить турбину и закалку ничего этому танку больше не надо плюс еще у нас и маскировка обалденная обзор 370 не самый плохой мы можем и где-то на направлении из кустов пострелять если такая ситуация будет и поехали где-то с кем-то в ближнем бою постреляться пободаться поразменивать свою хп поскольку с закалкой у нас его будет много если мы попадем в топ я вообще не знаю что враги будет делать как они это будут пробивать в некоторых боях если хорошо закинет даже новичок справится чтобы что-то хорошее наиграть есть некий прикол в этом танке его реально плохим не назовешь но приносит ли он фан веселье и удовольствие это уже решайте сами мне вот больше нравится борщ с огромным дреном который изничтожает этих тяжей проклятых которых в игре почти не осталось ну и иногда на чередеры можно поноситься полетать фугасики там кому-нибудь т28 я на нем поиграл он реально классный но я на нем просто потею играю прям какой-то кайф я не ощущаю но танк сильный это мои ощущения от этих трех лучших прокачиваемых пт пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока